Короче, мы сели вот в такую машину, непонятно, и, короче, едем в поисках предвещений, время 4.30, мы с Сережей, короче, на морально-волевых, он снимает деньги, потому что мы тормознули машину, которая остановилась просто первая за 20 долларов, договорились доехать до клуба, но это просто микроавтобус, Сережина, морально-волевых, как ваше дело, садитесь в отдых, куда вы едете, расскажите, я вот не понимаю, куда вы едете, вот на каком-то, блядь. Короче, мы едем, вот, непонятно, в какое место, но мы на морально-волевых, мы хотим тусить, молодые, весолые, и... Сережа научился говорить на английском, да, первый раз в жизни. Сережа. Я на самом деле тебя люблю просто. А, он меня любит, а, он про водителя, что он любит водителя, а как? Так, все, мы приехали, говорим, до чем поедем. До молоковоз. До молоковоз. Да, молоковоз. А, все, нормально, все, блин, да? Друзья, по старой памяти... Мы приехали с Захаришом, вот наша там яхта была, его, видимо, седьмое чувство привело сюда, в итоге мы не знаем, как нам доехать в отель, полпятого, зашибись. Нам вот там снимать супермаркет. Супермаркет, мне охренелась, как. Супермастер. Короче, Захаряш сошел с ума. Просто приехал на Иден, где нет ничего. Просит за деньги купить сигареты, ему не дают. Я не знаю, как его довезти домой, у нас нет адреса отеля. Вот так вот бывает, друзья. Просто стоим, не понятно, где, и домой не доехать. И в 8 утра у нас съемки. Не зашибись. Продолжение следует...